Видео уроки фотошопа Давайте начнем и посмотрим, что у нас с вами получится Итак, первым делом мы с вами дублируем наш основной слой Вообще, обработку любой фотографии я рекомендую вам начинать с данного действия Чтобы в случае какой-то ошибки вы в любой момент могли вернуться к исходной фотографии Поэтому нажимаем комбинацию Ctrl-J, чтобы продублировать наш основной слой И уже будем работать непосредственно с нашим новым слоем Итак, давайте сначала немножечко усилим резкость на нашем снимке, чтобы подчеркнуть мелкие детали Для этого переходим в пункт фильтр, выбираем здесь усиление резкости, пункт контурная резкость Настройки данного фильтра будут зависеть от вашей фотографии В данном случае у меня эффект стоит на 200, радиус на 2 пикселя Данные настройки позволяют мне наилучшим образом подчеркнуть мелкие детали на фотографии У вас радиус может быть меньше, если фотография у вас соответственно меньше Или больше, если снимок у вас также больше Поэтому следите за результатом и меняйте радиус уже в зависимости от ситуации В данном случае я повторяю, у меня настройки эффект 200 и радиус 2 Нажимаю клавишу ОК и продолжаем Детали мы с вами проявили И теперь давайте обесцветим нашу фотографию Для этого мы создаем корректирующий слой черно-белая Такс Благодаря данному слою мы можем очень хорошо и быстро настроить контраст определенных оттенков Если это необходимо, чтобы фотография у нас не смотрелась блеклой Вы можете здесь, таская вот эти ползунки Смотреть и менять контраст нужного вам оттенка Чтобы фотография смотрелась наилучшим образом Если вы, в принципе, сомневаетесь в своих силах Можете довериться самому фотошопу Нажать на клавишу Авто И он автоматически выставит оптимальные, на его взгляд, настройки Но в моем случае, как видите, результат вполне неплохой Поэтому давайте не будем особо заморачиваться Просто воспользуемся данной функцией Такс Закрываем данный корректирующий слой И теперь переходим к самому интересному К тонированию Такс Создаем корректирующий слой кривые Он как раз поможет нам тонировать нашу фотографию Сначала переходим в красный канал Такс Выгибаем здесь кривую вот таким вот образом Такс Чтобы у нас в цветах появились красные оттенки А тени стали вот такого вот зеленоватого Так Переходим дальше в зеленый канал Выгибаем кривую здесь Тоже примерно таким же образом Так Теперь идем в синий канал Такс И Выгибаем здесь тоже кривую Примерно Вот так Следим за результатом Вы можете, в принципе Использовать любые другие оттенки Не обязательно Тонировать фотографию Так как делаю это я Здесь дело вкуса Как говорится Получаете нужные вам Тона на снимке И закрываете данный корректирующий слой Такс Немножечко хочу добавить Желтых оттенков Так Ну примерно вот таким вот образом Я думаю можно оставить Закрываем данный корректирующий слой И чуть-чуть Уменьшаем прозрачность Примерно до 75 Или даже 70% Отлично Следующим шагом Создаем еще один корректирующий слой Под названием Экспозиция Он как раз и поможет нам Создать так называемый эффект старины Мы уменьшаем здесь экспозицию нашей фотографии Примерно до минус одного Может даже больше потребуется Если у вас фотография светлая И перетаскиваем Вот этот средний ползунок сдвиг Вправо Как видите у нас появляется Вот такая вот легкая дымка На нашем снимке Как раз смотрится Очень и очень винтажно Как видите Вы можете регулировать Эти два ползуночка В зависимости от нужного вам эффекта Так Вот примерно так Я думаю можно оставить Смотрится очень неплохо Как видите до и после Фотография приобрела Вот такой вот Отличный налет старины Так сказать И нам в данном случае Остается провести всего лишь один шаг Можно добавить небольшой шум сюда Что еще больше Стилизует наш снимок Под ретро Итак давайте Создадим новый пустой слой Зальем его черным цветом Нажимаем Alt-Del Убедитесь что у вас на палитре Предварительно стоит черный цвет Так и переходим в пункт Фильтр Шум Добавить шум Эффект данного фильтра Будет зависеть от вашей фотографии У меня в данном случае 15% Не нужно выставлять Большие настройки Чтобы зерно было крупным Обычно эффект ставим Либо 10 Либо 15% Не больше Также убедитесь что у вас Распределение стоит равномерное И стоит галочка напротив монохромного Нажимаем клавишу ОК Такс И еще давайте немножечко Его сделаем помягче Данный шум Чуть-чуть его размоем Переходим в пункт Фильтр Выбираем здесь Размытие Размытие по гауссу Нас интересует Так И примерно на 0,3 Или 0,5 Пикселя Размываем шум Сделаем зерно Чуть-чуть помягче Так оно гораздо лучше Ляжет на наш снимок Нажимаем клавишу ОК здесь И режим наложения Ставим экран Так смотрим до И после Как видите фотография стала Выглядеть еще поинтереснее Ну что ж Давайте посмотрим что у нас получилось Объединяем все слои в отдельную группу Так И посмотрим на финальный результат Который у нас получился В процессе обработки Итак Вот фотография которая была у нас В самом начале видео урока И вот чего мы с вами добились Получите бесплатный видеокурс Профессиональные техники тонирования И цветокоррекции фотографий Жмите на кнопку Получить курс